Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 сентября, неделя 12-я полупятидесятница, Православная Церковь празднует перенесение мощей благоверных князя Петра в иночестве Давида и княгине Февронии в иночестве Ефросини, муромских чудотворцев. Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, тот так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала во всем святого Петра. Вскоре на Муром обрушились несчастья. Народ увидел в этом проявление божественного гнева, покаялся и потребовал вновь призвать князя и его супругу. Вернувшись на княжеский престол, святые Петр и Феврония посвятили жизнь делам благочестия и милосердия. Будучи святыми и праведными людьми, блаженные Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие и всегда были милостивыми, справедливыми и кроткими. Они избавляли от власти обижающих тех, кто подвергался обидам, достойно чтили лиц иноческого и священнического звания, подавая им материальные пособия, с великим милосердием относились к бедным и усердно упражнялись в посте и воздержании. Желая по слову Господа унаследовать землю кротких и снискать себе вечное блаженство праведников, они, кроме того и во всем прочем, весьма много угодили Христу своими добрыми делами. Скончались они в один день и час, 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния, навеки соединившись во Христе, на которого возлагали все упование. Таким образом, оба святые супруги унаследовали землю кротких, которые с юных лет так желали. После кончины блаженного князя Петра вельможи и бояре оплакивали его как отца, горожане как заступника своего и защитника, бедные вдовы и неимущие пропитания, как своего кормителя и помощника. Честные тела святых князя и княгини с торжеством проводили все жители города и похоронили их в одном гробе в городе Муроме. Святые и до сего дня через честные мощи свои совершают во славу Божию чудеса тем, кто с верою обращается к ним. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Мамонта, отца его, Феодота и матери Руфины, святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Киева-Печерских, празднуется обретение мощей преподобного Феодосия Тотемского Игумена, мучеников в Некомедии Пострадавших, честуется собор Саратовских святых, а также священномучеников Варсонофия Лебедева, епископа Кирилловского и с ним Иоанна Иванова Пресвитера, преподобномученицы Серафимы Сулимовой, Игумени Ферапонтова монастыря, и мучеников Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева, священномучеников Дамаскина Цедрика, епископа Стародубского и с ним Ефимия Горячева, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Маринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича Пресвитеров, священномучеников Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского, Стефана Ермолина Пресвитера и мученика Павла Елькина. Совершается празднование иконе Божией Матери Калужская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тихо-заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова